В Норильске объявлено штормовое предупреждение по очень сильному ветру. Его порывы достигают 27 метров в секунду. Школьники всех районов остались дома. На дорогах плохая видимость из-за метели. Каирканская трасса закрыта для движения всех видов транспорта, кроме технологического. Автобусы, следующие по маршрутам 31 и 33, ходят колоннами. Актуальная информация на официальном сайте города. Сегодня водители и пассажиры, двигавшиеся по Толнахской трассе, стали свидетелями большого пожара. Полыхал домик Турбаза Алькор. Пожар начался рано утром. Сигнал на пуль дежурного поступил в 8 утра. Но огнеборцы и сейчас работают на месте. Дело в том, что возгорание произошло на первом этаже. Пламя быстро добралось до верхних. Домик сложился. Обрушившиеся конструкции тлеют до сих пор. Тушение осложняют погодные условия и безводный район. За водой пожарным приходится ездить в Толнах. Отмечу, Турбаза была закрыта на зимний период. Огнеборцев вызвал сторож. Данный домик все еще строился. В нем проводились какие-то работы. Возможно, проводились. Это пока устанавливаем. Но точно знаем, что отдыхающих в нем не было и в зимний период не могло быть. Будут рассматриваться такие причины, как электротехническая, наиболее вероятная. Потому что людей не было, отопления печного тоже нет. Вряд ли человеческий фактор мог что-то повлиять. Приема не будет. Завтра, 27 февраля, двери налоговой инспекции будут закрыты для граждан. Прием возобновится в четверг, 28 февраля. Он будет проходить, как и раньше, на Толнахской, 34, но не на первом этаже, а на третьем. Телефон для справок на ваших экранах. Российский диплом может помочь таджикам получить гражданство РФ. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. Эксперты называют Таджикистан одним из лидеров среди стран СНГ по количеству желающих жить и работать в России. Напомню, уже два года действует программа «Носитель русского языка». Благодаря ей в Норильске гражданство РФ получили около 60 человек. Как стать обладателем российского паспорта, расскажет Александра Молодцова. Виктор Трубник первым в Норильске получил российский паспорт по программе «Носитель русского языка». Это было еще в 2017-м, спустя три года после приезда в Норильск. В 2014-м Виктор вместе с семьей бежал из Донбасса. Самым сложным этапом, признается бывший гражданин Украины, был сбор документов. Когда собираешь документы, у нас же, допустим, документ на русском языке и печать на украинском, перевод. Если это свидетельство о рождении, перевод. Если это свидетельство о браке, перевод. Вот эти переводы, много, конечно, анкета, но анкета, и ты свою автобиографию пишешь, ничего сложного там нет. Также для получения гражданства нужен вид на жительство, который можно получить, прожив на территории России не меньше года. После экзамена знания русского языка принимает его специальная комиссия в Красноярске. Виктору Трупнику, например, показали отрывок из фильма «Собачье сердце» и просили рассказать, о чем он. Результат известен в 10-дневный срок. Виктор продолжает. Поправок в закон, упрощающих получение гражданства для украинцев, ждал как маны небесной и дождался. Экс-украинцам не нужно получать статус лица без гражданства. Финишная прямая подача заявления на гражданство. Правда, придется набраться терпения. Ответ придет в течение четырех месяцев. Потом приходит нам решение о том, что он принял гражданство Российской Федерации. В 10 рабочих дней он принимает присягу гражданина Российской Федерации. И также 10 дней ему дается, чтобы он оформил российский паспорт. То есть мы всегда по законодательству, возможность ему оплатить государственную пошлину, сфотографироваться, выбрать время, которому он может сюда прийти, и сдает на российский паспорт. В среднем, если не затягивать сдачу экзамена в Красноярске, оформление российского паспорта у иностранцев занимает около 5-6 месяцев. По всем вопросам можно обращаться в отдел по вопросам миграции на Нансена 69. Александра Молодцова, Андрей Казак, Вести, Норильск. Сегодня началась выдача сертификатов на переселение. Всего долгожданные выплаты получат более 500 норильских и дудинских семей. Свидетельство уже вручили 21 семье с инвалидами 1-2 групп. Церемония состоялась в публичной библиотеке. О том, кто и на каких условиях мог претендовать на получение соцвыплат, расскажет Елена Степаненко. Вручить свидетельство сегодня планировали 45 участникам программы, но некоторые из них не смогли присутствовать. Кто-то из-за метели не добрался из Каиркана, кто-то не смог прийти по состоянию здоровья. В итоге документы получили 21 человек. Нина Афанасьевна Семенова – одна из них. Женщина-инвалид второй группы. В июле 2017-го подала документы, и вот спустя полтора года норильчанка – счастливая обладательница сертификата. Сейчас квартиру как? Оформим. Летом. Настоящую жду операцию. Вот уже полтора года на очереди стою. В Новосибирск. Операцию сделают, тогда уедут совсем. Переезжать Нина Афанасьевна планирует с семьей, детьми и внуками. Туда, где тепло, в Краснодарский край. Южные регионы для переезда норильчане выбирают часто. Также в топе популярности Красноярский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обналичить сертификат участники программы должны в течение семи месяцев. Каждому участнику программы выдается и вот такая памятка получателя свидетельства. Здесь пошагово расписано действия граждан с момента получения свидетельства, открытия счета и до момента сдачи квартиры, а также выезда на материк уже после покупки нового жилья. Программа по четырехстороннему соглашению рассчитана на жителей Норильска и Дудинки. Купить жилье на материке смогут семьи с инвалидами первой и второй группы, а также пенсионеры. Всего по программе переселения 2019 социальные выплаты получат 526 семей, 407 из Норильской и 119 из Дудинки. В общей сложности на реализацию программы этого года выделено 943 миллиона рублей, 830 миллионов это по ОГНК Норильские средства небюджетные и 113 миллионов это краевой бюджет, как я уже сказала, федерального бюджета в этом году, как и в прежние годы, предыдущие, также нам не выделено. Средний размер выплаты на семью в этом году составит 2 миллиона 126 тысяч рублей из расчета 43 тысячи 374 рубля за один квадратный метр. Выдачу сертификатов продолжат в мае и июне. Документы получат еще более 400 семей. Специалисты отмечают, тем семьям, которые не смогли получить выплату в этом году, стоит подать заявление и документы в жилфонд до 15 июля. Тогда они смогут принять участие в программе переселения на 2020 год. Елена Степаненко, Евгений Жуков, Вести, Норильск. Дефицит Помпиду под таким названием. В полярной арт-резиденции открылась выставка по итогам работы художницы из Санкт-Петербурга Евгении Мачневой. Вниманию посетителей резидент представила серию эскизов, которые могут лечь в основу шпалерной работы для нового культурного пространства в Норильске. Оксана Завгородня побывала на выставке. На представленных эскизах Норильск глазами впервые приехавшего в наш город художника. И это непривычная зимняя тундра или городские пейзажи с яркими домами на Ленинском проспекте. Истинную красоту Норильска Евгения Мачнева увидела во внешних коммуникациях, которые переплетают все жилое пространство и промышленные объекты. Это и трубы, и провода. Также впечатлили художницу постройки советского времени, хрущевки и дома сталинских времен. В облупленной временем и морозами краски Евгения увидела свою эстетику. И вообще, говорит художница, представление о Норильске у людей, живущих на материке, сильно отличается от того, что можно увидеть наяву. Совершенно не принято говорить о коренных народах, о тундре, о красоте природы. И это напрасно. Мне кажется, это должно как-то стать лицом края. И то, что меня очень поразило, это то, что культура здесь есть, она живет, у нее своя жизнь, она хочет расти. Поэтому и выставку свою Евгения назвала не так, как планировала изначально, холод внутри, а дефицит помпеду. Норильск напомнил художнице о Центре современного искусства и культуры в Париже. Музей Помпеду, построенный в 1977 году, имеет форму параллели Пипеда с вынесенной наружу инфраструктурой и является одним из шедевров мировой архитектуры 20 века. Посетители, познакомившись с работами резидента, согласились с тем, что их родной город – настоящая экспозиционная находка для художника. Можно видеть не только холод, зиму, серость, какую-то отстраненность, может быть, как всего места, так и отдельно, каких-то участков города, старого города, просто в нашей повседневности. То можно, наверное, именно с помощью таких выставок постараться найти что-то более глубокое в том, что мы видим каждый день. Мне очень понравилась цветопередача этих эскизов, настроение, и при том, что, может быть, это не всегда радует, то, что мы видим вокруг себя, но то, что Норильск является готовым не музей под открытым небом, а арт-объектом под открытым небом, ну, вот что есть, то есть в нашем городе. И, конечно, он очень многих вдохновляет именно своими промышленными видами. Если проект получит продолжение, какой-то из этих эскизов ляжет в основу масштабной шпалерной работы. Евгения Мачнева готова соткать полотно, которое найдет свое место в новом арктическом музее. Оксана Завгородняя, Евгений Жуков, Вести Норильск. В Норильске завершился трехдневный мастер-класс по карате. Его провел тренер женской сборной России по кумите Николай Степанов. С утра и до позднего вечера эксперт делился опытом с юными северянами и их тренерами. На одном из занятий побывала и наша съемочная группа. Каждое движение каратиста на татами должно быть со смыслом. Это первое, чему учит участников мастер-класса Николай Степанов. С юными северянами он строг, но справедлив. Я научилась бить хорошо с передней руки. Теперь я могу быстро атаковать и зарабатывать на этом балла. То есть есть плюс, да? Да. Очень хороший, он объясняет понятно. Мне очень понравился мастер-класс. В конце полуторачасового занятия игра знакомая многим с детства. Чай-чай-выручай, но с каратистскими фишками. Чтобы спасти осаленного товарища, нужно выполнить два простых удара ногой. Маваши Гери. Мне понравилось, как он нас сначала перегружает, потом в конце он нам дает всякие игры. И потом мы отдыхаем. Ну то есть мы сначала перегружаемся, и он нам дает отдых. И мы потом отдыхаем, и опять перегружаемся, и потом мы играем. За тренировкой юных спортсменов внимательно следят их тренеры. Поучиться у настоящего мастера каратэ, да еще и не выезжая из Норильска, это уникальная возможность. Тренер перестает расти, как только он перестает развиваться сам и искать информацию. Поэтому пригласив сюда тренера сборной России, наша задача – расти дальше. Потому что на самом деле у нас кумите в Норильске развивается, но еще есть к чему стремиться. Николай Степанов приезжает в Норильск во второй раз. Тренер женской сборной по кумите – это боевая разновидность каратэ – отмечает в Норильске очень сильные спортсмены. Очень хорошие ребята, хорошо технически готовы, и самое главное – они готовы работать. Какие бы здания ни давали, они с большим энтузиазмом к этому относятся, работают с удвоенной силой. Не хватает, но, скорее всего, опыта, потому что, к сожалению, ваш город такой замкнутый, и выезжать на соревнования различные уровни им очень тяжело, и они варятся здесь в собственном соку. Весной Норильский Олимп посетит олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Сейчас ведутся переговоры со спонсорами. Александра Молодцова, Евгений Жуков, Вести, Норильск. В Дудинке дан старт году родных языков. По этому поводу в таймырской Айкумени состоялся праздник. Все желающие смогли посетить традиционные жилища коренных народов Севера. Старейшины познакомили таймырцев с культурой и традициями долган, ненцев и нганасан. На дне открытых дверей побывала съемочная группа «Вести таймыр». Покормить огонь оленьим салом, чтобы задобрить духов – обязанность хозяйки долганского чума. С этого традиционного обряда началось общение северян на родном языке. Вокруг домашнего очага за чашкой чая собрались старейшины и знатоки культуры. Они рассказали молодым северянам о культовых обрядах, показали древние обереги и старинные предметы быта, изготовленные из природных материалов. Это полая кость крыла гуся. Ее специально сушили, очищали. И, конечно же, наши бабушки пользовались ими для хранения своих игл. Не менее захватывающая атмосфера и в нганасанском чуме. Здесь юные северяне с любопытством разглядывали самодельные музыкальные инструменты, держали в руках макеты предметов быта, а также знакомились с картинами нганасанского художника Матимяко Турдагина. Древняя игра «Кто быстрее соберется в Аргиш» привлекла внимание всех присутствующих, ведь главные герои в ней – оленьи зубы. Каждый зуб он означает по-разному. То есть плоские, тройные, получается. Это дедушка тройной. Человек, да? Да, дедушка-человек. Плоская двойная. Это бабушка. Идут четырехлопастные. Это, получается, отец. И с длинными, узкими – это, получается, мама. А чуть поменьше, получается, это братья и сестры двойные, плоские. В выставочном зале собравшимся рассказали о педагогах и ученых-лингвистах, которые много сделали для развития и сохранения языка. Почетный гость мероприятия, заслуженный учитель Антонина Ивановна Нинянк, рассказала о народной педагогике северян, о своих наставниках, которые учили литературному ненецкому языку. В ходе культурно-просветительской акции демонстрировали различные слайды, представляли словари и разговорники. Так организаторы знакомили молодежь с языковыми и культурными традициями коренных этносов таймыра. Я пришла сегодня на мероприятие и узнала много интересных о словарях ненецкого языка. А ненецкий письменец в каких годах была? Она появилась еще в 30-х годах. У каждого народа есть свой родной язык, на котором они говорят. А ты свой родной язык любишь, ходишь на уроки родного языка? Да. Сегодня на Таймырском полуострове проживают пять коренных этносов – долганы, ненцы, нганасаны, энцы и ивенки. Порядка 11 тысяч северян в большей или меньшей степени говорят на родных языках. До тех пор, пока слышна родная речь на тундровых просторах, народ будет жить и сохранять самобытную северную культуру. Наталья Бояринова, Райсептуны, Александр Рябинкин, Вести Таймыр. 27 февраля в Норильске ожидается временная облачность, временами снег в горных районах, метель. Ветер западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Ночью в горных районах порывы будут достигать 22-27 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 25-27 градусов нижней. Субтитры создавал DimaTorzok